вот друзья то что вы видите это кэмпус фейсбука ну может там камера подрагивает поскольку я двигаюсь в направлении кэмпуса и вот тут посмотрите знакомое лицо ну для тех кто смотрит наш канал регулярно вот у нас жанур и жанур будет нашим гидом сегодня будете гидом все надо что-нибудь рассказывайте чтобы так не шли в холостую то раньше эти здания принадлежали оракал сам микросистем сначала потом сам да нет сначала сам потому что орех оракал купил сам часть здания вторую часть они достроили так то есть мы территориально находимся адрес у нас по менло парк а хотя на самом деле это самая граница из пола алта так что из пола алта друзья вот приобрел такого нанимателя рядышком осталось публику заменить на программист когда проектировали вот этот кампус наняли двух консультантов из диснейленда сейчас вы даже показать что должны так видите нам охранник говорит фотки снимай снаружи а жанур говорит это со мной и видите как его тут уважают это целый аксакал вы откуда напоминаете сами-то из-за алматы так друзья хорошо идем видите друзья мы тут регистрируемся такая система она должна нам наверное распечатать какой-нибудь это индий бэджик подпишите сейчас подпишем так ведь я должен пальчиком подписать отчет ну зачем напишите напишите а то я тут с камерой прошли прошли мы через загородочку прошу отчетом люди на костылях ходят работают тут правда корича костылей друзья не повод не работать ну если есть желание конечно так заходим а тут внутри как бы город целый правда свои улицы по принципу диснейленда то есть есть это одна улица внутренняя вот это и по краям разные заведения рестораны кафе поликлиника небольшая есть так парикмахерская то есть там начнут спорить там пайтон или джава начнут бить друг другу морду и может тут же травм пункт можно там подлечиться есть мастерская по дереву твои могут сами что-то для себя сделать или для для работы но эта концепция кэмпуса она была и в сане не то что они для себя придумали так местная библиотека ну это понятно да бросаешь книжку берешь книжку а тут допустим есть для туристов вот где туристы ходят и чтобы им показать что сказать а вот пожалуйста а вот халява для туристов вот такое чем тесто магазин есть магазин правда есть все друзья мы сегодня сейчас наберемся вот тут вот в этой в этом на этом углу друзья все новое придумывают так идем дальше а чё сейчас сейчас ланчтайм да сейчас народ закусывать до бесплатные сладости но я как человек с диабетом только если взять знаете там для сотрудников так минуточку а вообще еда бесплатная а то есть есть некоторые один-два кафеши которые платные то есть все эти рестораны кафе вот так заходишь берешь на халяву главное пройти через этот вот чекпоинт хотите нет нет посмотреть я берегусь а если посмотреть можем зайти они не будут возражать что мы там снимаем снимать можно везде кроме рабочих станций компьютеров чтобы лишнюю информацию не считать ну давайте зайдем куда либо подать ресерчика ну давайте в сладости а что ресерчика там что происходит а я понял мы не будем проявлять творчество так будем смотреть просто чего тут людям даются бесплатно вкусно а сейчас мы кинуть можно и споткнуться пойдем дальше это то чего можно присыпать к себе в мороженое сладости не поэтому всякие дела ну это копеек это понятно а тут мороженое 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 вот собственно и все вот собственно и все так не Не так, чтобы целый час это изучать, но с детьми сюда приходят. То есть можно детей приводить? Вот детки ходят. Так, а что у нас еще есть? Мастерские не будем? Нет, мастерские не будем. Вот тут центральный ресторан, столовая. Вот это. Фейсбок называется Эпик. Как? Эпик. Эпическое столовое. А пойдем. А что здесь люди ходят? Я хочу сказать, что пахнет, друзья. А пахнет барбекю. Здесь барбекю самые разные. А, вот отсюда. Да, чувствуется, что вот эти вот и пахнет. Ну идем дальше пока. Пойдем в столовую. Столовая явно эпических масштабов. Поэтому мы должны ее посмотреть. Что написано? Эпик, да. Буквами написано сверху. Это правда. Ах, пахнет. Теперь уже пахнет не барбекю, друзья. Теперь уже пахнет всем остальным. Так. Вот этот пол сделан в виде микросхемы. Там центральный процессор. Да, да, да. Видно, видно. Да. Печатный монтаж такой. Вот тут видно. Да. Писеборд такой. Печатная плата в наше время называлась. Ну чего, значит, вот тут тарелки явно для супа. Правда? Да. Вот и суп. Ну, вон там. Так. Отжимаешь крышечку. Вот так. Вот. И берешь себе суп. Тут какие-то зеленюшки. Друзья, я буду быстро проходить. Потому что если мы будем меню заниматься, это займет очень много времени. Ну, вы себе вот представляете. Да. Хотя, как говорят, что на халяву и уксус сладкий. Но когда к этому еще есть выбор, то ситуация резко усложняется. Сейчас уже после обеда на время, но там горячие, да. Ну, пойдем туда. Так. Здесь у нас... Здесь всякие травяные, хрусты. А где же они? Уже убрали. Сейчас мы с обеда берем. А, мы немножко опоздали. Зеленюшки. А, вот я вижу, там дыньки нарезают. Да. Хорошо. Видите, друзья, мы пришли к шапочному разбору. А тут вообще я не понял, что. Хлеб выпекают. Пекарня какая-то своя у них тут. Все это делают здесь. Ага. Так. Да, обидно. Как-то мы пришли-то. Ну, значит, ладно. Только... Да. Вот это все, друзья, пахнет китайским. Пахнет рисом. Специями. Да. Каши-тепи здесь. Разные кухни. Вот эти там, корейские, мификанские. Да. Мейки на видео. Так. И даже вот, как бы не было. Да. Ну... Да. А что-то еще там. Да. Как-то мы не вовремя. Не вовремя. Ну, ничего. Я думаю, что мы масштабы показали. А конкретно пробовать уже мы не будем. О! Ну-ка, пойдем туда. Так, нас завернули и говорят, смотрите сюда. Написано, не кушать. Не кушать. For display, он говорит, не жрать. Так. И зачем это они все? Видимо, просто хотят сказать, у нас такое есть. Но не жрать, говорит. Не жрать, не жрать, не жрать. Так. Тоже здесь мы к шапочному разбору. Зеленюшки. Это какие-то кремы. Это джемы. Кремы, джемы, варенье. Так. Ага. Ну, вот сами. Вот это зелененькое, это так называемое гвакамоли. Это из авокадо. Так. Грибочки. Смотри, да? Грибочки. Так. Это к яичнице хорошо, а так просто... Ну, не знаю, хвата. Как это остается здесь весь день для перекуса? Понял. Все, друзья, в течение суток можно прийти, вот этого есть сколько хочешь. Вот у вас яичница. Все, я же правильно сказал. Это яичница, там ветчинка. И тут всякий такой набор стандартный. Так. Хлебушек, чипсы. Больше хлебушка. Всевозможные ядовитые субстанции. Чипсы. Это чипсы? Это чипсы. Ага. Возьму чипс. Так. А это тостеры. Взял хлебушек, можешь себе бакзай. Бакзай. Глютен фри. Друзья, если что хлеб с глютеном не ест, пожалуйста, вам бесплатно. Не бесплатно, а без глютена. Ну чего, пойдем отсюда. Это, друзья, велосипед такой, который на кэмпусе. Просто взял, поехал, да? Да. Фамилию не спрашивает, денег не берет. Здесь несколько кэмпов, пару зданий. Много зданий между ними не может передвигаться. А это свои личные. А это личные. Так, хорошо. Хорошо. Уважаем частную собственность. Идем дальше. И там лестницы, переходы, мама родная. Так что, народ, они работают или только так сидят на улице? Сидят, иногда работают. Пинг-понг у них кто. Да. Тут лифт, а вот там мастерская с велосипедом. Ну, друзья, велосипеды мы не будем мастерить. Нам не нужно. А, или они тут чинят, если что? Ну да, все бывает. Музыка, музыка, друзья. Мне не очень к месту. Ну хорошо, вот такой весь магазинчик. Магазинчик небольшой. Что у нас тут есть? Это для бабичек. Фейсбук для бабичек. Это что, слинявчик такой? Нет, маечка. Это маечка. Так. Инстаграм. Фейсбук. Я думаю, что раз такое дело, надо что-нибудь купить. Может быть даже на конкурс какой-нибудь для нашего канала. Вот маечка инстаграм. Смотрите, друзья, по чем вещь-то? Бесплатно не дают маечку-то? А, ты коварство-то. Видите, как они накормят бесплатно, чтобы потом пришел и маечку купил. Цены не вижу. А, вот здесь ценники, вот они. Так. Сказать, что здесь дешево, нельзя. Можно сказать, что дорого. Да. То есть, явно, предприятие явно необычное. А что тут? От головной боли? Да, есть лекарство бесплатное в каждом здании. Понял. Но лекарство без надписи в фейсбук. Вот, друзья, карандашки по 2 бакса. Это через что, мне кажется? Они выпендриваются явно. Так. Это, значит, бесполые. Для мальчиков, для девочек. Разница. Ну, давайте глянем. Что у нас тут бесполого-то? Маечка. Фейсбук. А фейсбук, в принципе, бесполый, конечно. Можешь мальчиком, можешь девочкой. Так и есть. Держи. Давай тебе кепку подарю фейсбук. Ну, куда же я ее? Не, ну... Это же носить потом надо. У меня такого сильного коммитмента нет. Чтобы все это носить. Я хочу сказать, что довольно скромненько. Вот так, чтобы хотелось что-то схватить. Не вижу. Ну да, маечки. Друзья, будете на кампусе, не ходите в этот магазин. Может быть, стакан какой-нибудь у меня красивый. Сейчас я воду пить. Даже не знаю. Слушай, это вообще как советская кружка металлическая. Так она покрашена. Мы в детстве в таких что только не делали. Но это фаянсовая какая-то. Так. Ой. Да. Вот это, конечно, вещь из меди, что ли? Нет. Она очень легкая. Очень легкая. А что же в ней? Пить-пить-пить-пить из нее что? Я не понял. Похладная. Похладная? Наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, рюкзачки, маечки. Да. Скромно. Скромно. Вот, друзья, вышли мы из магазина с сувенирами. Движемся дальше. По улице. Так, солнышко у меня сзади, хорошо. А то, знаете, когда бьет в камеру, в объектив, неприятно. Ну что же, вот это улица. Так, здесь... Здесь разные вендоры могут выставить свою продукцию. То есть, допустим, они чередуются. Кто-то сейчас, допустим, косметика продают. Другие вендоры приходят и продают свою. Понял, понял. То есть, такое место для промоушенал таких мероприятий. Вот это впереди всем известное Hacker Square. Площадь Hacker. А что, они тут хаками занимаются? Или уважают просто? Хак – это концепция, что добиться инноваций как можно быстрее, как можно... А, вот в этом смысле хак. Окей. И вот буквами написано хак. Видно из космоса. Что? Надпись, видите? Нет. Где? Вот это... H. А, вот эти серые... Это буквы, которые видны из космоса. Я думаю, что если хорошая система наведения, там, знаете, как... она и гораздо меньшую хорошо видит. Здесь проходят разные тоже... Собрания. Да вы говорите так, что в микрофончик так. Мероприятия проходят. Мероприятия, да. Мероприятия, да. Марк Цукерберт тоже. Хорошо. Интерны сюда... Практиканты. Практиканты встречаются, провожаются. Потом... По вечерам здесь вот эта работа как телевизор. Здесь все сидят, могут телевизор посмотреть. Мои фильмы. А, это вот телевизор и есть. Вот он там. Экран большой. Хорошо. Ну что же, я хочу сказать, что довольно большой кемпус. Это далеко не все, что есть у Фейсбука, в общем-то. Вот это мост, он должен собой как бы... Красный мост? Голден Бридж. Голден Гейт Бридж. То есть он как бы такого цвета. Он покрашен таким... А вот этот тоже. Голден Гейт Бридж в свое время они не успели его покрасить к моменту запуска. Они его только отгрунтовали. И вот этот цвет грунтовки. Но он так всем понравился, что они решили потом его уже не перекрашивать. Так что... Основная концепция Фейсбука это Connect People. Так. И поэтому такие мосты, они как бы тоже как бы... Мосты соединяют люди. Когда кемпус Фейсбука был в Палуальто, там было тоже два здания и людям надо было приходить через улицу, чтобы попасть. Да. И они построили мост. Да. Они хотели сюда построить мост. А здесь они оплатили свою... Понял. Так, там чего у нас? Там небольшая комната. Что, закончилась улица-то? Ну, идем дальше. И вы так идите, чтобы ближе к камере быть. Потому что тут микрофон... Вот тут, видите, dental есть. Что там? Стоматология. Тут врачи сидят. А, понял, понял. Там есть пункт для отправки письма и приема. Понял. Понял. Почта. Как народ? Дружелюбный? Дружелюбный. Много разных. Кафешоп. Смотри-ка. Филс Кафе. Этот, правда, платный. Ага. Окей. То есть, не все то Facebook, что бесплатное. То есть, есть и за деньги. А что же они так? Странно даже, да? Ну, это... Филс Кафе, в принципе. Ну, да-да. Это... В сети. Такой, как бы, брендовый. Вот это IT Temple. Это несколько мест есть в Facebook, в которых люди приходят, если что-то им не хватает, что-то надо... Лаптоп поломался или... Они хотят что-то занять там... Вай-фай, фаспорт или еще что-то. Вот они сюда приходят. Можете зайти искать? Да, не надо. Мы... Мне улицы даже интересны. Я думаю, что люди, которые нас смотрят, там не так много из них айтишников, там, программистов. Вот. И вот, знаешь, вот они там, я помню, говорят, в Харькове, говорят, повелители сыра. Вот повелители. У них и сыр, и там чипсы, и все бесплатное. Вот так сидишь, ноги задрал. Мексиканская еда. Это мексиканская еда. Так что... Да. Понятно. Можно зайти в Warpad сейчас. Там игры? Да. Здесь... Там игровые аппараты, которые собрали сами фейсбуковцы. Вместо работы. Вместо работы. Так. Хотя, на Фейсбуке там своих игр, наверное, много, да? Так. В нашем департаменте, так еще и виртуальный VR. Virtual Reality. Понятно. Так. Это вот сюда мы идем? Да. Давайте. А то там вот бюргеры, понимаешь. Да, это фастфуд. Тоже бесплатный. Бесплатный. И заходим. Так просто не зайти. Видите, он пропуском открывал. Так. Это тебе не фастфуд. Так. Рабочие леса. Да. В рабочее время, друзья, рабочие леса. Заходишь, можно поиграть. Так. Тут какая-то тоже игра. О! 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 Мочиловка. О! Мочиловка идёт. О! О! Димбаха в юбке, как его. О! Так. Мне, по-моему, 30-гробой. О! Я понял, да. Опа-на! 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 Да. Мочат, мочат, друзья, они по-детски. Впечатление такое, что фейсбуковцы это собрали из готовых деталей, потому что, может быть, им привезли в коробке, а они потом собрали. Я понял. Так, мы пошли против солнца уже. Мы отклонились от основной улицы и пошли вот в такой переулочек, можно так назвать. Такой дворик. В этом дворике у нас вот слева инстаграм. Ин, то есть внутрь, а 100 грамм вам переводить не надо. Так, вот мы сюда зайдем, да? Пошли зайдем в инстаграм.